Это было самое масштабное послание, не потому что оно было самым длинным, а по подходу, по постановке проблем, если говорить в целом, то в самом послании было два момента, которые являются ключевыми. Это слова Путина о том, что отставание в технологическом, социально-экономическом аспекте это утрата суверенитета, а второе, вот ближайшее шестилетие, или там может быть не только шестилетие, может быть чуть больше, Путин рассматривает как переломное, как время, когда должен быть обеспечен успех страны, в ее развитии, на ближайшую отдаленную перспективу, ни больше, ни меньше. Мы должны создать комфортное условие и думать о благополучии наших граждан. Это было у него с самого начала, и говорил о образовании, о здравоохранении, о рабочих местах, о зарплате, но и самое главное, он еще раз, то, что мы все сами говорим и слышим от наших избирателей, это то большое количество граждан, которые живут за чертой бедности, около 20 миллионов, конечно, это большая цифра для нашей страны, и определил те пути, что мы должны сделать для того, чтобы уйти от этой проблемы. Очень было ясно показано, что Казань преображается благодаря инициативе федерального центра и, безусловно, усилиями самих жителей и руководителей нашей столицы. И не случайно мне было очень приятно, что Татарстан был в лидерах по упоминанию, причем, вот обратите внимание, ведь Путин упомянул Татарстан преимущественно в тех сегментах, которые являются прорывными с точки зрения развития страны. Путин упомянул Татарстан в связи с инновационными процессами. И Татарстан действительно здесь, наверное, ну, я думаю, что где-то первый, ну, может быть, второй, да, там, если его сравнивать, может быть, с Москвой, не уверен, но, по крайней мере, то, что мы лидеры, это безусловно. Продолжение следует...